ребят всем привет сегодня решил далеко не ехать и порыбачить возле самого города поэтому можно сказать что у нас сегодня городская рыбалка буду ловить сегодня на такую интересную снасть как поплапокера Попла-поппер это такая вещь, которая объединяет в себе достоинства одновременно классического поплавка, поплавка с берлина и простого поппера. В чем его преимущество? Во-первых, он позволяет доставить легкую приманку довольно далеко от берега, при этом не вызывая подозрения о потенциальной добыче. Во-вторых, по нему можно регистрировать поклевку. К тому же, при правильной проводке, когда мы неспешно твичим попла-поппер, он имитирует всю ту же кормящуюся рыбку. И часто так бывает, что буквально видно буруны подходящей рыбы, после чего происходит поклевка. Но это все лирика, так что давайте подготовим снасть полностью и приступим к рыбалке. Несколько слов нужно сказать, конечно же, о самой снастке. Я использую вот такой вот попла-поппер весом 3,5 грамма. Вяжу его непосредственно к основному шнуру. И здесь у меня монофильный поводок примерно полметра длиной. Крючок это специализированный для мотыля, легкий, тонкий заглотыш. Один нюанс с ним есть. После поклевки лучше всего выждать паузу примерно 2 секунды для того, чтобы дать рыбе заглотить. Потому что если сечь сразу, то довольно часто происходят сходы. И чем теплее, тем короче можно делать поводок. Потому что рыба активна, она сразу атакует приманку. Но если холодно, то делаем поводок подлиннее. И его можно даже подгрузить небольшой дробинкой. Вот по таким вот местам приходится пробираться к местам ловли. Но я думаю это будет вознаграждено. Уже туфли в грязь почти вышли. Но вот здесь неплохой помостик такой. Ветер не сильный. Здесь закатенько. Ну и в целом должна та же самая красноперка. Может быть карасик какой-то держаться. Ну, змеи в том числе. Но сейчас попробуем. Мелочь я уже вижу. Главное не упасть. Потому что телефон утопить не хочется. Но вот как-то мелочь, мелочь. Все больше мелочь. Чего-то хотя бы более-менее крупного я не вижу. Но зато вода прозрачная. Так, ну ладно пока что вот сюда. Ой. Ну пусть даже и так. Так, забросили. И начинаем медленную проводочку. Оп, уже такие подергивания какие-то есть небольшие. Мелочь, мелочь. Все это мелочь немножечко подергивает. И все. Когда более-менее хорошая рыба. Вот у нас первая рыбка сейчас. Когда более-менее хорошая рыба. Тогда происходит хорошая потяжка. Так. Вот такая вот небольшая красноперочка. Ловили бы мы щуку. Сейчас бы на живца было бы идеально. Ну а так вот. Все пошла. Пошла. И бросаем дальше. Может быть что-то получше клюнет. Что-то хотелось бы побольше. В качестве насадки сегодня буду использовать искусственный мотыль. Вот такой вот Powerbait от Berkley. В принципе мне он очень нравится. Почему? Потому что один раз денежку заплатил. И на самом деле кажется, что он стоит дорого. Но на практике хватает его надолго. Расход очень маленький. По сути вот один раз насаживаешь за рыбалку. И все после этого. На рыбалку в принципе на пару часов ловли его хватает. А потом можно даже снять этот мотыль. И обратно сюда забросить. Для того, чтобы потом повторно использовать. Поэтому расход на самом деле не такой большой, как может показаться. И в принципе достаточно выгодно использовать вот такого вот мотыля. Погода в принципе неплохая. Жарко. Рыба стоит под поверхностью. И казалось бы, что ловить ее в принципе очень сложно. По такой погоде в жару рыба не активна. Но когда мы подаем вот малюсенького буквально мотыля. Или его имитацию. На маленьком крючке. В принципе от такого маленького лакомства рыба не отказывается. Вот там вот что-то может быть окунь сейчас придел. Что-то интересное туда бы добраться. И это как вот с человеком. Что иногда мы не хотим есть. Но если нам предложат пирожное. Мы не откажемся. То же самое здесь. Маленький мотыль, который тем более хорошо пахнет. В принципе всегда рыбу соблазняет. В общем такое себе место. Крупной даже красноперки в принципе не видно. Поэтому будем сейчас искать. Но в принципе спиннинг такой. По мирной рыбе. Я имею ввиду попла-поппер. На самом деле практически ничем не отличается от обычного спиннинга. Поэтому это в первую очередь поисковая ловля. Но и ловля связанная вот с такими вот плохими условиями. Так вон небольшая стайка. Наверное длинноватый поводок сделал. Вон стая стоит отлично. Вот она, вот она, вот она первая рыбка здесь. Что это у нас? Красноперочка. Пойдет. Вот такая вот крысотка. Вот еще одна. Вот за что мне нравится ультралайт. За то, что вываживаешь прямо по-настоящему. Давайте кто-то и на спине уходу вам. Оп. На спине. Ну для красноперки в принципе неплохая. Оп, 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 повели, повели, повели. Вот видно, что она уже попадалась кому-то. Рот немного порванный. Ну значит пусть плывет. Ей везет. Вот их просто туча стоит. Вдобавок еще и окуни. Просто темное пятно, когда смотришь сверху. А ну-ка вот так вот. Прямо в самую гущу. Кленут или нет? Или испугаются? Боятся. Чего-то боятся. Ну вот рыбок 10 уже поймал. И только впервые возникла необходимость поменять насадку. Хотя в принципе можно было ловить и на ту. Но хочется конечно повысить эффективность ловли. По крайней мере сделать так, чтобы она не падала. Ну и сейчас нам у нас сменю место. Потому что тут дети прыгают. И как-то ловить не очень удобно. Не очень удобно снимать. И пойдем в новое место. Может быть получше будет клев. Потому что здесь рыба вроде как и стоит. Но в то же время клев не особо хорош. Так, стайки краснопарьки хорошие. Прямо внизу под нами. Сейчас попробую забросить прямо отсюда. Так, немножко перепутался по Плопоппер. Вот она, вот она, вот она. Далеко еще и волна. Непонятно было поймал или не поймал. Ну вот есть какие есть. Отлично. Так, ну попробую сейчас еще что-нибудь поймать. Ветер, ветер. Вот когда забрасываешь, образуется дуга. Из-за которой потом неудобно выполнять проводку. И приходится сначала выбирать как бы дугу плавными рывками. А потом уже непосредственно твичить сам Плопоппер. И вот что сегодня я заметил, у меня поводок немного больше, чем полметра. И рыба как-то реагирует на Плопоппер, но при этом не замечает самой приманки. Поэтому когда вот жира, когда рыба стоит под самой поверхностью, то на мой взгляд это уже неоднократно как бы мной проверено. Делайте все же поводки немножечко покороче. И тогда в принципе в целом результативность ловли будет получше. Так, а вот хочу вам показать такого красавца. Это желтобрюхий полос. Самая крупная змея в Тифовом мире. Тифа. Сволочь. Вот такой вот красавчик. Если видите такого, то не... А, шипит. То не бойтесь. Ничего страшного. Змея не ядовитая. Ну, вот. Можете оценить размеры. Я его чуть за хвостик поймал. Хотел достать. Но такое. Честно говоря, чисто инстинктивно и я побаиваюсь этих змей. Но ничего. Вон он, вон он, вон он. Ничего. Ага, вон он. Вон он вылез, посмотрел, думает, да ну тебя. Вот он, вот он голова. Вот он, вот он красавчик. Ничего страшного. Эта змея никакой опасности не представляет. Она может защищаться. Он сегодня решил нам попозировать. Честно говоря, это довольно редко случается. Это очень быстрые змеи. Очень быстрые змеи. Змеи, которые могут за себя постоять. Если его в угол загнать, он может даже встать, бросаться на вас. Но ничего по-настоящему серьезного. Ничего по-настоящему страшного. Змея длиной до двух с половиной метров. Но трогать его никогда не надо. Кроме того, этот хищник обычно сам очень быстро убегает. Вот его голова. Вот он на меня. Так. Вот я начинаю поправиться. Ну и настоящий боец. Он сначала вылез туда. Посмотрел, кто это такой наглый его за хвост схватил. Сейчас вылез сюда. Я начал шевелиться. Он такой, оп, как на добычу. Как на добычу. Начал уже реагировать. Честно, хотел заснять желтобрюхового полоза. И такая вот редкая, я бы сказал, достаточно редкая возможность представилась. Змея занесена в Красную книгу. И вот так вот. Но посмотрим. Даже если будет бросаться, ничего страшного. Так, ну, ясное дело, что если я сейчас буду его как-то затрагивать. Вот он. Вот он. Я на него смотрю. Он выглядывает на меня смотрит. Если я буду его затрагивать, то, ну, он сейчас в такой ситуации, он загнан в угол. Он может защищаться. Так. Ну, там вот стоит стайка Красной Пёрки. Сейчас попробуем её оттуда поймать. Перебрасываю немного стайку для того, чтобы не пугать её. И потом издалее уже начинаю проводку потихоньку. Оп. В зоне стоянки покровочка. И есть. Вот такая хорошая краснопёрка. Действительно увесистая. Ну, что ж, поднялся довольно сильный ветер. И стало по-настоящему жарко. Поэтому клёв потихонечку сочетки нет. Ну, а тем не менее, сегодня я больше прогулялся. Поймал примерно 20 краснопёрок. Ну, и показал вам, как, в принципе, происходит весь этот принцип. Ну, и, конечно, вот такая вот колбаса ещё была. Вот такой вот желтобрюх, которого при клавании тоже можно было достать. Вот такая вот рыбалка. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И всем счастливо. Спасибо. 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 Спасибо.